Белые банты, красочные букеты в руках, новая школьная форма и счастливые родители рядом. Главные герои Дня знаний – первоклассники. Вот только недавно, покинув стены детского сада, теперь они не считают себя малышами. Сегодня они впервые сели за школьные парты. А для новоиспеченной школьницы Александры сегодня вдвойне знаменательный день, ведь она подала первый школьный звонок. Сегодня я пришла в школу, подавала первый звонок. Мне очень в школе нравится здесь учиться, мои друзья. Я буду учиться только на одни пятерки. Родители новоиспеченных школьников не скрывают эмоции. Они волнуются, наверное, даже сильнее, чем сами учащиеся. Ведь сегодня в их жизни и в жизни их детей начинается новый этап, где им предстоит преодолеть немало трудностей. Я сама закончила Николу Березовскую среднюю школу. И сегодня привела старшую дочку в первый класс. Это очень волнительно. Вчера целый вечер, можно сказать, даже целый день готовились. Готовили цветы, готовили блузки, все отпаривали, гладили. Конечно, очень волнительно, потому что первый ребенок идет в первый класс. Надеемся, что все будет хорошо, что у него все получится. Одним из почетных гостей на мероприятии был долгожитель нашего района, которому всего через пару месяцев исполнится 100 лет. Сегодня и для него особый день, ведь он пришел лично проводить своего правнука в первый класс и дать напутствие другим учащимся. Я хочу пожелать детям удачи в жизни, а главное – здоровья, чтобы оценки их только радовали, а в дальнейшем каждый ребенок нашел свое призвание в жизни, чтобы на смену нам выросло достойное поколение и во всем мире царило спокойствие. В 30 школах Краснокамского района прозвенел первый школьный звонок. Под звучание гимна России и Башкортостана были подняты флаги. Юлия Владимировна, начальник отдела образования Краснокамского района, вручила классным руководителям подарки для будущих первоклассников, а также поздравила всех учащихся с Днем Знаний. Сегодня для нас с вами начинается новый 2016-2017 учебный год. Это новая эпоха в вашей жизни. И хотелось бы пожелать вам всего самого хорошего, всего, что вы хотите сами, достичь высоких вершин. В этом году два выпускных 11 класса, и этот день волнительный не только для первоклассников, но и для будущих выпускников. Впереди подготовка к итоговой аттестации и выбор высшего учебного заведения. 11-ти классница Дарья Исламгулова поделилась с нами своими планами на будущее. Этот год для меня уже последний, и я очень переживаю по этому поводу, буду очень сильно скучать по своим одноклассникам, по этой школе. Переживаю насчет экзаменов. Надеюсь, что сдам их под 80 баллов. Я решила сдавать историю, общество и математику. Очень хочется поступить в Казахский федеральный университет. Надеюсь, получится. В Никола-Березовской школе обучается 563 ученика, которые не просто хорошо учатся, но и прославляют свою школу далеко за пределами района. И такими учениками нельзя не гордиться. Прошлый год для нас был тоже очень результативным. Мы выпустили 25 выпускников, 20 из которых поступили в высшие учебные заведения. Также у нас были результаты и на Республиканской Олимпиаде. Я думаю, что 2016-2017 год для нас тоже будет результативным, потому что все, что делается в школе, делается во благо наших детей. И думаю, что наш учебный год, который мы сегодня начинаем, будет очень хорошим, плодотворным и успешным. После того, как торжественная часть линейки закончилась, школьники разошлись по своим классам, чтобы ознакомиться с новым расписанием, получить учебники и поделиться своими эмоциями от проведенного лета. А уже с завтрашнего дня во всех школах начнутся обычные рядовые будни.